Сенсей Шемизу, прошу вас. 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 Сенсей Усиба часто говорил, что сила имеет предел, но ки безгранична. Вы постоянно должны развивать свое ки. Но я совсем не знал, как развивать ки, когда я стал учидеши. Но постепенно, шаг за шагом, я пришел к пониманию его слов. Поскольку в айкидо нет соревнований, то очень важно практиковать технику совершенно серьезно, с подготовленным сознанием и соответствующим настроем. Тем не менее, даже если вы тренируетесь серьезным настроем, вы можете устать, а это, в свою очередь, может привести к определенному сговору с вашим партнером, в результате чего ваши занятия будут более напоминать балет, чем воинское искусство. Однако, тот факт, что в айкидо нет соревнований, имеет и положительные стороны. Люди любого возраста и обоих полов могут практиковаться в этом искусстве до глубокой старости. Также, благодаря тому, что соревнований нет, вы можете тренироваться медленно. Но это, с другой стороны, тоже может привести к сговору. Часто тот, кто привык позволять себе поблажки, вынуждает партнера по тренировкам относиться к себе таким же образом. И тогда развития вперед нет. Я был очень изобочен этим и считал это неправильным. Я думал так, когда смотрел на демонстрации других людей. Но когда начинал показ сам, то осознавал, что иногда я делал точно так же. Это неправильно. Вот почему Сенсей говорил, что мы должны тренироваться серьезно. Только постоянные серьезные усилия принесут продвижение вперед. Просто постоянные тренировки могут не иметь нужного результата. Я пришел к такому выводу. Если рассмотреть этот вопрос шире, то то же самое верно для водителя автомобиля или пилота. Чем больше пилот летает, тем лучше он становится. То же самое верно для водителя. Когда человек сидит за рулем автомобиля, он настроен серьезно. Иначе он может нанести серьезный вред себе или другим людям. Он тормозит, если видит опасность, и едет быстро там, где это безопасно. И хотя форма различна, содержание одно и то же. Если вернуться к практике айкидо, то мы должны вкладывать движение ки. Когда я говорю о серьезных тренировках, многие люди понимают это как грубые напряженные тренировки. Это неверно. Совсем неверно. Даже если тренироваться медленно, но серьезно, и развивать свое ки, то это всегда принесет улучшение. Я прошу прощения, что говорю так самоуверенно, но я хочу поделиться тем, что я накопил за время практики. То, что я говорил, можно применить не только к айкидо, но и к другим различным вещам. Если, к примеру, вы занимаетесь айкидо и владеете прекрасной техникой, в жизни встретится мало ситуаций, где бы вы применили эту технику. Но в то же время, занимаясь айкидо, вы увеличиваете свою внутреннюю силу, которая необходима в любой сфере повседневной жизни. Я пытаюсь воспитывать эти качества через занятия айкидо. И хотя это нелегко, я занимаюсь все время с этой мыслью. Коли. Коли. Пока. Коли. После осв interior тутена. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В джидо нельзя применять технику запястья, так как это запрещено правилами. Но когда я начал заниматься айкидо и использовал технику болевого воздействия на запястья, то она показалась мне очень эффективной. Это никё. Если вы будете применять технику здесь, это не всегда может сработать. Конечно, вы, может быть, сможете управлять противником и вести его, но ваша верхняя рука воздействует только на его запястье. Ваша верхняя рука воздействует на его запястье. Лучше будет, если вы перенесёте своё воздействие на локоть, а второй рукой будете воздействовать на его запястье. Итак, вы одной рукой воздействите на его запястье, а другой рукой придержите запястье и даете на локоть. И делаете это для того, чтобы свалить своего противника. Если у меня есть сила, я могу управлять противником, но чем больше и сильнее противник, тем труднее будет нарушить её равновесие управлять им. Но если вы примените ки, то вы сможете справиться с любым противником. Таким образом, вы должны сокрушать противника силой своего ки. Я ездил преподаватель кидо в Европу. В Германии я проводил занятия в городе Рубин. Люди на севере огромны. В Дании многие имеют рост около двух метров. Пока они не сопротивляются вам, проблем нет. Но как только они начинают оказывать сопротивление, выполнить технику становится трудно. Вот почему так важно ки. Я применяю свою технику таким образом. Но если это не удастся, я всё равно его свалю с помощью ки, даже если он сильнее меня на один-два уровня. Мы применяем технику, держа всё время это в голове. Люди часто говорят о ки в айкидо, но понять ки невозможно, если изучать только книги. Нужно долго и упорно тренироваться. Старая поговорка говорит, Можно вылечиться от простуды, приняв лекарство от боли в животе. Я думаю, что всё заключается в человеческом сакнании. Если тренироваться и при этом не заботиться о развитии ки, то это будет совсем не тот результат. Я начинал свои занятия с дзюдо, а затем начал изучать айкидо. Поэтому я хорошо понимаю разницу. Поскольку в айкидо нет соревнований, то нужно тренироваться серьёзно. Очень важно, чтобы постоянные тренировки техники каждый раз начинались с тренировки сознания. Вот что говорил Сэнсэйу Ихиба. Ты можешь настаивать на своём только после того, как обучишь тысячу человек. К тому времени ты пройдёшь через многое. Ты встретишь тех, кто познает искусство хорошо. Тех, кто делает не то, что ты им говоришь. А также тех, кто настроен спектически. Итак, ты станешь независимым только после обучения тысячи человек. И чтобы достичь этого, ты должен сам постоянно заниматься. В противном случае ты не сможешь обучить тысячу человек. Тренировки должны стать постоянными. И только постоянные тренировки с серьёзным сознанием и использованием кипринесут желаемый результат. Продолжение следует... Это различные варианты техник никё и санкё Субтитры подогнал «Симон» 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 «Сегодня мне предоставили много времени для демонстрации, но я не могу всё время только показывать технику». «Пожалуйста, простите меня». «Симон» 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 «Причина в том, что мы выживаем только за счёт силы сопротивления. Сила и означает силу сопротивления». «Как мне это кажется?» «Может быть, это невежливо, но мне кажется, что пожилым японцам сегодня не достаёт этой силы. В Европе я видел много стариков на пляжах и на спортивных площадках Там можно увидеть много как молодых, так и пожилых людей В Японии в подобных местах можно увидеть только молодежь Таким образом, пожилые японцы нуждаются в силе В Японии люди работают до старости, и понятно, что в старости они могут сильно устать Но в таком боевом искусстве, как айкидо, не требуется много физической силы А силу духа можно развивать и увеличивать даже в самой глубокой старости К примеру, в Европе, если кто-то видит рядом с собой вора Он пытается его остановить и схватить А в Японии мы сначала подумаем, не будет ли это ошибкой И не пострадаем ли мы от этого? Я видел подобные ситуации много раз Или в поезде, когда вы стоите, то можно попросить молодежи ступить вам место Но мы не делаем этого Так портятся наши молодые люди Когда у нас нет внутренней силы, то мы не можем сказать то, что мы хотим сказать Боюсь, в японском обществе можно найти много подобных примеров Вот почему я говорю вам, что нужно стать сильными Я не имею в виду стать сильными для драк Я говорю о воспитании внутреннего духа Я думаю, что этого можно достичь не только через Будо Но мы выбрали именно Будо Я думаю, что это не только через Будо Я думаю, что это не только через Будо Я думаю, что это не только через Будо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы можете пойти сюда или в эту сторону. Но когда у вас накопится опыт, вы научитесь выполнять эту технику на одном месте. Например, я могу оставаться на этом месте. Кроме того... Я могу остановиться здесь. Кроме того, я думаю, двигаться также важно для того, чтобы обманывать противника. Таким образом, главное, это научиться владеть правильным движением. Сразу достичь этого невозможно. Нужно идти к этому шаг за шагом. Если вы новичок, начинайте медленно, постепенно переходя на более высокий уровень. Продолжение следует... Вам необходимо полностью контролировать свои движения и движения противника. Это техника ИКЁ. Но мало кто станет атаковать таким образом рукой. Это имитация атаки мечом. Если отражать эту атаку в момент удара, вы повредите себе. Чтобы этого не случилось, очень важно перед тренировками Амате и Ура практиковаться в Кокю. Когда противник поднимает руку, он поднимает руку с условной силой 10 единиц. Вы добавляете к этой силе свои 10 единиц. И в результате побеждаете его с суммарной силой в 20 единиц. Например, если вы хотите рожать его кулак таким образом, он увеличит свою силу. И сумма ваших сил в результате даст ноль. Но если приложить ваши 10 единиц в направлении его силы, то кулак легко можно разжать. Это принцип, который работает в Айкидо. Это Кокю. Как я уже говорил много раз, вы должны тренироваться серьезно с подготовленным сознанием. Также вы должны не спускать глаз противника и постоянно контролировать его движения. В древних рассказах о воинском искусстве я часто встречал мысль о том, что человек становится чрезвычайно силен, если у него появляется жажда крови. Но по-настоящему сильный человек никогда не покажет этой жажды. Жажда крови будет у него внутри. Она никогда не выйдет наружу. Я думаю, истина в том, что чем больше человек тренируется, тем сильнее и спокойнее он становится. Многие люди думают, что они сильнее, чем больше их мышцы. Но это не совсем верно. При этом их только сильнее притягивает к земле. В Айкидо используется сила Ки, или Кокю. Возьмем, к примеру, забег на 100 метров. Перед стартовой линией вы расслабляетесь, чтобы максимально собрать все силы. Но внутри ваш дух абсолютно собран. Вы серьезны. Это то же самое, что Кокю и Айкидо, которое вы используете при первом столкновении с противником. Если вы слишком напряжены, вы не сможете победить противника, пока не успокоитесь. Ваши движения будут все время отставать. В процессе тренировок очень важно помнить об этом. Очень важно ощутить или поймать мгновение Кокю. Кокю проявляется в момент столкновения с противником. Как только вы научитесь этому, разница в физической силе станет для вас не важна. То же самое, что я говорю сейчас вам, я говорю и себе. Я пытаюсь лучше осознать то, что говорю вам. Сегодня я, с вашего позволения, многое рассказал вам. Большое спасибо. Большое спасибо.